Так, кто такой, откуда и зачем? За Байкальский край, не смотрите, что не православный. У меня вам чисто такой вопрос. Сначала, прежде всего, говорим, что у нас всё записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Да-да-да, слушайте. Я спрашиваю, вы не против? Ответьте, не против? Не против, не против. Всё, я слушаю, говорите, пожалуйста. Геннадий Тихонович, у меня братишка болеет болезнью Бехтерева. Это по костям болезнь. Когда позвоночник, столб позвоночника перестаёт загинаться, видимо, откладываются какие-то кольцеобразные соединения, я точно не знаю. Не сталкивались никогда с таким заболеванием? Никак нужно вообще, что можно? Никак не встречался. Просто человек на глазах угасает. У меня сестра болела, у неё стимилит был. По костям. Так достали... Мумиё, мумиё достали. И мумиём она поднялась. Ну, конечно, мы молились. Можно было? Вы маленько дальше отшатнитесь, слишком закрываете экран. Подальше, отстранитесь. Подальше туда, вот так вот. Так, вот я могу сказать такое, что у нас было. Костная болезнь, очень опасная. И пользовались мумиём. Ну, это он не помогает. Ну, тогда не знаю я про это. В общем, вы не сталкивались. Никогда. Ну, у меня детский лагерь был, у меня не оздоровительный был, а трудовой. Да я видел, я как бы все ваши видео на этот день, значит, просмотрел, как бы знаю и про лагеря, и всё, всё понял. В общем, не знаете, да? Не слыхал даже такой болезни. У нас не было. У нас в семье пять братьев, пять сестёр. Но такого не было никогда. Вот одна девчонка болела, а с теми элитом. Нога. Понял, понял вас. Ладно, спасибо большое. А вы не знаете, куда этот... Как этот... Шёл шаман-то сюда, куда он делся? Александр Кабышев. Ну, это... Его уже закрыли же. Система его поглотила. Да вы что? А где он находится? В каком городе? В Улан-Удэ? Почему? Он же в Якутске у себя, в своём родном городе. Ага. Значит, он не дошёл, куда хотел? Нет, конечно. Просто система не позволила это сделать. Он же хотел там изгнать кого-то. Видимо, кто-то, кого он хотел изгнать, не позволил это. Я бы вам дал совет, но никому... Да не знаю, не слышал такое. Только как его звать-то? Да, в принципе, там имя-то особо роли не сыграет. Я говорю про сына, про вашего. Про больного. Про сына, про брат. А кто? Брат-брат. Вам кто? А о ком говорите-то? Больной-то? Брат-брат. Брат? Ну как это, всё равно. Это самое главное, что мы помолимся. Как звать-то? Вы напишите мне здесь. Ну, напишу. А вы кто по национальности? Вы по национальности кто будете? Бурят-бурят. Бурят. А Кызыл от вас далеко? Ну, это вообще же совершенно далеко. А ваш народ с тувинским, как не с родственной, как вот русские с украинцами? Нет, 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 нет. А какой народ вам ближе всего такой по сродству, по внешности? Монголы. Монголы, да? Монголы, вон как. А у вас там главная-то вера какая? Буддизм, наверное, или шаманство? Да, вот так, буддизм. А вы-то верующий? Ну, конечно. Вы православный? Нет, нет, нет. А, нет. А мы там ездили, когда миссионерская поездка у нас была, и там кусты на кусты, ленты разные висят. Это не ваша там такая? Да, это наша, наша. Ага. Там видно, что люди как-то по-своему. Ладно, понял вас, Игнатий Тихонович, спасибо. Я не хочу просто, чтобы вы выкладывали. Как нет? Мы договорились, договорились. Ничего нету. Вам не надо не стыдиться ничего. Вы не голый, как в чатрулетки. Не пьяный. И поэтому... Не хочу. Не хочу просто. Ну, не хочу. Нет уж, вы зашли. Вы зашли, согласились. Я обязательно выставлю. Мне это очень приятно, что такие люди ко мне заходят. Я в армии был, когда я самостоятельно изучал разные языки. Немецкий, там английский. А тут привезли таджиков, узбеков. А они ничего не понимают. А я сразу стал их язык учить. И они около меня, как пчелы. Все время были рядом. У вас какие вопросы свои есть? Вопросов никаких нет духовных. О душе, о вечности нету. 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 Ну, всего хорошего. С Богом.